сегодня будет у нас интересное видео по запросу моего подписчика не помню как его зовут андрей что ли в общем просто держанок но прежде чем прежде чем и высказывать свое мнение об этом обо всем и как я себя ощущаю в этом во всем мы ответим на вопросы или комментарии лучше комментарии да потому что вопросов таких не было а были просто комментарии вот на них нужно ответить я так считаю по моему александр мне пишет ты стала эгоистичной какой-то там еще типа тебя не чуждо человеческая наверное как и всем значит смотрите вот это вот вся фигня и это я не придумываю я правда стала вот такой я стала самоуверенной я стала спокойной понимаете вот это вот моя и такой эгоизм я даже сказал да который я вам показываю да и это все непридуманное я говорю я реально я себя чувствую очень спокойно у меня вот этот вот ушел мандраж вот этот вот знаете постоянно вот раньше когда утром даже просыпалась меня как-то немножко даже подтряхивала то есть сразу лезли в голову проблемы сейчас такого нет то есть вот этот вот то что вы видите да это от спокойствие то есть все люди на самом деле которые из нас то по-настоящему спокойные которые ровно живут не переживают ни о чем они такие они похожи на эгоистов вот так на таких вот да на самом деле я очень добрая и ну и так далее в общем да александр вы все я думаю прекрасно понимаете господи сама написала нифига не помочь у я а значит пишет рита что наверное это я поругалась с мужем типа мы сейчас померимся то что я там ведет по то что у меня унижает иногда чуть-чуть мы с мужем вообще не ругаемся вот мне бабушка тоже спрашивает вы там наверно ругаетесь мы не ругаемся вообще понимаете вообще не ругаемся мы с ним такие люди принимаете нам вот это вся ругань обычная который в браке она несвойственна обиды это тоже все мимо у меня нет такого состояния чтоб я на мужа обижалась не я понимаю я я знаю как это происходит у неё мама всё на папу обижалась на всех обижалась я тоже раньше на всех обижалась но как бы сказать вот с мужем с моим и у нас lesson так ни такого никогда не было во первых потому что ну он такой человек с нем невозможно поругаться и я такой человек я никогда ни с кем не ругаюсь даже если я высказываю какую-то критику и посылал на хэ. Я не считаю, что это повод обидеться. Поругались, послала в смысле не поругались, а послала его на три буквы. Дальше продолжаем нормально общаться. Он меня послал, я его послала. И всё хорошо. Я помню, мы когда в колледже учились, на нас иногда смотрели другие курсы. Я помню, курс старше, там, где училась Илона. Кто из наших, если будет смотреть, где Илона, Настя, Снежана, и мне кажется, они всё время смотрели на наш курс немножко вот так вот, потому что у нас постоянно был мат-перемат, там ругались. Зато всё выскажешь впрямую, и потом уже нет никаких, знаете, таких вот потаённой такой обиды. А они там, знаете, как клубок змей всё время были. Бабы. А у нас мальчики были. С мальчиками, кстати, лучше намного, когда в коллективе есть мальчики. Они как-то разбавляют напряжение, да, вот этот змеиный сгусток. Ладно, едем дальше. Значит, мужик из ресторана, всё, Александр мне вспоминает этого мужика из, ну, не из ресторана, а из этой столовки, что я на него наехала. Вообще-то он на меня наехал. Он мне первый сказал, типа, что вы снимаете столовую, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну, слушай, мужик, если ты не хочешь, чтобы тебя снимали, сиди дома. По закону Российской Федерации я имею право снимать в общественных местах. И здесь меня тоже снимают. Нас везде снимают. Чего вы везде не устраиваете истерику, понимаете? И вот Александру очень мне нравится то, что я говорю в своих видео, что я уважаю права других людей, но вот мужика на того я наехала, да, когда он мне сказал, что что вы снимаете, да, а я сказала ему, что есть Конституция. Понимаете, друзья мои, мне абсолютно плевать на, как сказать, на других людей. Ну, я уважаю их права в рамках закона, понимаете? Есть правила поведения, да. Что они там чувствуют? Мне по барабану на самом деле. Есть нормы закона, правила поведения, которые имеют юридическую силу. И мы живём по этим правилам. Кто там чего чувствует, кто там чего хочет, это меня не волнует вообще. Да, жизнь несправедлива, как говорит мой муж, да. Жизнь несправедлива. Так, дальше поехали. Пишут мне, что я жертва. Что я жертва. Слушайте, какая разница? Кто я? Мне... Так, меня немножечко прервали. Я не знаю, на чём там оборвалось. У меня звонок был, да. Женщина предупредила, что она немножко заболела капельку. Плохо себя всё не чувствует. Так, на чём? А, значит, мне пишут, ты жертва? Какая разница? Жертва я, не жертва. Самое важное, что мне кайфово. Вот вам кайфово? Вы понимаете, что вы хотите? Вы живёте так, как вы хотите? Если да, так хорошо. Если нет, то плохо. И какая разница, жертва или не жертва? Ага, спасибо. Вот, это супчик принесли ребёнку. Вот. Ну, к этому я ещё вернусь, да, вот этому. Что, какая разница, кто вы? Кайфуйте, получайте удовольствие, понимаете? Можно быть жертвой. Можно вообще там, я не знаю, тебя будут каждый день насиловать, да, избивать, но тебе будет кайфово, да. Ты там для приличия будешь делать вид для общества, да, что, ой, я беда несчастна. А тебе будет кайфово, ты будешь от этого удовольствие получать. Понимаете? Какая разница? Пишут, жертва, не жертва. Расслабьтесь, народ уже. Так, есть ли у меня подруги? Потому что я иногда говорю, что у меня подруг нет. Иногда говорю, что они у меня как вроде есть, да. Значит, смотрите, в вашем понимании у меня подруг нет. У меня есть знакомые мои. С кем-то я знакома уже очень давно, очень давно. Ну, кто-то, ну, как бы не так давно. Есть у меня такие люди, с кем мне интересно пообщаться. Свободно общаюсь с ними на разные темы. Таких, кстати говоря, всего лишь три девушки у меня. Две Яны, две Яны, одна Кристина. Это вот таких три человека, с которыми я могу реально очень, так сказать, свободно, без комплексов общаться на любые практически темы. Как с вами прям. А, еще, ну, конечно же, вы. Конечно же, вы. Вы моя четвертая подружка. Так, так, об этом я уже сказала. А, пишут, зачем ехать в Питер на два дня? На два дня. Типа, что это за отдых два дня? Значит, смотрите, я для себя уже давно поняла, что отдыхать долго – это бессмысленно. То есть отдых должен заключаться просто в смене деятельности. То есть я на один день, на два, меняю кардинальную деятельность, место, где я пребываю, чтобы перед глазами мелькала новая информация. И таким образом я отдыхаю. Но самое важное в этом всем, чтобы это было активно. Активно. Вот это вот лежание на лежаке в Турции, в Египте, еще там где – это все фигня. Отдых должен быть активным, иначе вы потом просто не вернетесь в режим. Вам будет очень сложно вернуться. Я даже когда болею, я все равно продолжаю вести активный образ жизни. Я никогда не нарушаю свой режим. И ненавижу, когда это делается насильно. Например, в новогодние праздники, вот это вот 10 дней после Нового года. Это ужасно. Это ужасно. Кто придумал это, чтобы он в гробу перевернулся сто раз? Вот поэтому я езжу в Питер на 1-2 дня, чтобы сменить обстановку. Кстати, поеду я в этот раз одна в Питер. И очень даже этому рада. Так, значит, пишут, муж такой, какой он есть. Да, мой муж такой, какой он есть. На самом деле не все так страшно, не все так плохо. Я люблю немножко приукрасить. Да, он такой человек. Вот то, что я вам рассказала, его отношение ко мне, к другим людям, он относится намного-намного хуже. То есть со мной он старается. Иногда я его так немножечко, да, я чувствую, что он не может уже, его нутро это вылезает, да, не может себя сдержать. Но все равно. К другим людям он относится в сто раз хуже. В сто раз хуже. Со мной все отлично, вот. И в принципе мне нравится, мне нравится, когда меня немножечко унижают, когда мужчина немножечко сверху морально, да. Мне от этого кайфово. Да, да. Я признаюсь. А если мне кайфово, какая разница, унижают меня или не унижают, правильно? Вот. Но иногда я говорю, понимаете, в чем дело? Не в том, что он... Я понимаю, он такой человек, да. Вот он любит, как, пошутить саркастически. Я от него многому научилась. Я тоже теперь умею саркастически шутить, да. Это все от него. Только благодаря ему. Вот. Но дело-то не в этом. А дело все в том, что он тратит мое время. Вот мне многие... Кто-то написал, что... Вот он тебе звонит, говорит, какая погода на улице. Это можно было бы воспринять как заботу. А ты называешь его комаром говнистым, что он как комар говнистый пищит тебе про погоду, да. Понимаете, товарищи? Мне не пять лет. Я сама умею смотреть погоду. Но когда у меня день начинается с того, что я человеку рассказываю о своих планах, а он мне говорит, что ничего не получится, потому что погода плохая, и вообще все, что ты мне рассказываешь, ничего не получится, вот все просто будет провально, ну, и так невозможно. Человек крадет мои энергетические ресурсы. Почему я должна это слушать? Ну, не можешь сказать ничего хорошего, не говори. Не надо забирать у меня энергию, не надо забирать у меня моё время ценное. Почему ты воруешь у меня ценное время, рассказываешь мне об этом, обо всём? Я не хочу это слушать, это во-первых. А во-вторых, повторюсь, мне не пять лет, я взрослая тётенька, а он всё, наверное, хочет, чтобы мы были, он как старший, а я как девочка такая. Обо мне надо заботиться, мне надо допомнить о погоде, да, я ж такая дурочка, да, я ж это, и зонтик не возьму, и, значит, в лимбе с ребёнком куда-нибудь потащусь, вот, всё в этом сути, да, что он считает меня полоумной дурой. Ой, спасибо. Ага, спасибо. Ладно. Теперь перейдём к основной теме нашего видео. Значит, некоторые люди, в частности, по-моему, Андрей его зовут, считают, что я содержанка, что я сижу на шее у мужа финансово, да, завишу от него. Всё не совсем так. Я не содержанка, далеко. Спасибо. Хотя мне бы очень хотелось её быть. Очень бы хотелось. Вот, но я не содержанка. Я делаю вид, что я содержанка, для того, чтобы чувствовать себя женщиной, для того, чтобы у нас секс был хороший. Вот, поэтому мне приходится делать вид. Мужчина должен зарабатывать, понимаете? И должен платить за женщину. Это только тогда женщина начинает чувствовать себя женщиной. Правильно, да? Вот у меня, как тут на днях, я попросила мужа заплатить за мобильный. Там рублей 250 или 280. У меня там такой тариф со скидкой очень хороший. Я давнишний клиент, вот, у Билайна. Вот, они что-то мне всё угрозились повысить, ну, до 100% сумму. Что-то пока нет, но всё нормально. Вроде выслали, что будете платить по полной. Мне всё равно скидка действует. Вот, и муж говорит, заплати сама. Я говорю, слушай, нет. Он говорит, давай я тебя научу. Я говорю, нет. Я говорю, заплати сам эти несчастные 280 рублей. Мне так надо, мне это важно, чтобы ты их заплатила мне за телефон, понимаешь? Женщина, если захочет, она заработает. Поверьте мне, бабы, они вертки. Они захотят, если денег заработают, они заработают. Только зачем это нужно? Зачем? Вот мне приятнее, когда муж платит, понимаете? Но я не содержанка, у меня есть свои деньги. Вот я сейчас плачу сама. Всё, что мы ходим в кафе, я плачу сама. Всё, что я езжу в Питер, я плачу сама. Муж покупает, ну, вот это, продукты все покупает, что-то ребёнку покупает, да, там, одежду. Мне иногда что-то покупают. Но в основном одежду тоже я сама покупаю. Одежду, обувь, вот. Поэтому я не содержанка, вот. Но мне очень бы хотелось ею быть, очень. Честно скажу. Мне вообще очень нравятся всякие вот эти мусульманские семьи. Там, где женщина вся такая покорная. Муж такой глава семьи, добычек. Ну, я имею в виду, где всё хорошо, да, где муж добычек, действительно, не там, где женщина побирается, голодная сидит, да, нет. Вот эта такая модель семьи мне нравится. И муж, как правило, он такой немножко тираничный, такой авторитарный, да, авторитарный. И он может и принесить, и унизить. Женщина как прислуга, женщина как ребёнок. Мне это всё безумно нравится. И я вообще хотела бы такую семью, да. Это вообще, это так возбуждает. Это просто что-то. Кстати, кто-то мне писал о том, что я очень много о своём личном рассказываю. Поверьте мне, то, что я рассказываю, это вообще не личное. Не личное. Вот если бы я вам, знаете, рассказывала о, не знаю, о том, как о сексе, там, да, о том, как получить, там, не знаю, удовольствие, да, там, свои секретики, фишки. Кстати, я буду об этом рассказывать в своём платном, закрытом аккаунте. Только я ещё пока не решила, как мне это сделать. То ли это как-то в Телеграм платное сделать, то ли в ВК, то ли в Бусти вот этот вот сайт. Короче, я ещё не разобралась в этом. Я как только разоберусь, вот тогда я начну действительно такие видосы выкладывать, что прям вообще мало не покажется. Так что я считаю так, что мужчина должен платить. И вообще у меня есть мечта. Мечта. Я бы хотела попробовать пожить такой жизнью, когда мужчина полностью тебя покупает. Он не просто тебя садит, он тебя покупает. Он тебе покупает квартиру, машину, он всё, тебе денежки на карту перечисляет, украшения, поездки, но без него. Потому что, как правило, такие мужчины, которые покупают, они всего в себя посвятить женщине не могут. Поэтому они компенсируют это материально. Ну, как правило, это, да, статус любовницы, да, там или как ещё. Вот я бы очень хотела попробовать так пожить. У меня есть одна знакомая, которая, возможно, будет смотреть это видео. Вот у неё такой опыт был. И я всё хочу обнаглеть и спросить у неё, как это вот по ощущениям, как, что она чувствовала. Как это вообще? Я мечтаю о таком. Я мечтаю, дело не в деньгах. Что, думаю, тебе за денег мечтаю? Нет. Мне просто хочется это прочувствовать. Понимаете, вот как это? Как это, когда вот тебя покупают? Всё твоё, ну, как бы, твоё время, твоё тело, да, твоё общество. То есть, понимаете, да, потому что в любом случае, как бы сказать, да, когда мужчина тебя действительно вот так на полное обеспечение берёт, безусловно, что-то он от тебя ждёт, конечно. И ты уже что-то готовишь ему что-то, да, отдать, да? Я так считаю. Вот я говорю, поэтому мне у моей знакомой очень хочется узнать, как это. Может быть, у меня несколько неправильное ощущение. Ну, вообще, да, да, продаться хочется, хочется, да. Продаться хочется. Но я знаю, однозначно, что я бы очень хотела, да, чтобы меня, конечно, муж зарабатывал больше, да, и тогда я прекрасно понимаю, что его вот эта вот тирания и авторитарность, она будет увеличиваться. Если я буду зарабатывать больше мужа и буду, как бы, его содержать, то тогда тираном и стану я. Я буду всё равно тоже, ну, как бы так вот, да, унижать где-то там вот это вот. Это будет, это будет. Может быть, это будет проявляться не в прямой речи, а это, может быть, будет как-то, знаете, проявляться завуалированно в каких-то поступках, действиях, недоверию, в решении за него каких-то вопросов. Понимаете, да? То есть это не всегда в прямую, да, всё видно на словах. Да. Я далеко не содержанка, но я бы очень хотела, чтобы муж мой зарабатывал больше, да, чтобы это прочувствовать, да. Но я думаю, что, к сожалению, моему мужу не хочется зарабатывать больше, не из-за, нет, может быть, ему деньгами-то и хочется. Но дело всё в том, что вот это всё, оно как бы влечёт некоторую долю увеличения социализации твоей. Ну, я так считаю, в основном, да. Когда ты зарабатываешь больше денег, тебе придётся больше с людьми как-то контактировать, что ли, как-то завязывать какие-то новые связи. А мой муж это всё очень не любит, ему нравится такая более отдалённая от людей жизнь, вот. И ему, на самом деле, эти деньги не нужны, вот больше, больше денег ему не надо. Я это вижу, чтобы, ну, вот сейчас ему не надо, да. Ему когда-то и машина была не нужна, а потом понравилась, вот. Поэтому тут, знаете, люди не постоянно, люди меняются. И в худшую, и в лучшую сторону. Постоянно вот эта самооценка прыгает. Что, да, к сожалению, не содержанка. К сожалению. Но очень хочу её быть. И считаю, что мужчина должен полностью обеспечивать свою женщину и свою семью. И, конечно же, женщина может работать, но все денюжки, которые она заработала, это её денюжки. Куда хочет, надевает. Хочет, там, себе помаду духи покупает. Хочет, трусы покупает. Хочет, вообще, не знаю, пошла, но благотворительность всё спустила. Это её денюжки. Хочет, работает, хочет, не работает. Вот это нормально. Это нормально. Это, чтобы не потерять свою женственность, свою женскую, как сказать, натуру. Понимаете? Потому что, если будет по-другому, роли меняются. Вы можете жить по-другому, ребятки. Я же говорю, не надо смотреть меня и воспринимать меня как какой-то эталон. Что я навязываю. Я не навязываю ни своё мнение. Никому. Образ жизни свой не навязываю. Я ему просто показываю. Смотрите, я живу так, как мне нравится. Говорю то, что мне хочется. Всё, что думаю, всё говорю. Не скрываю, не стыжусь ничего. Живите, как вам нравится. Не надо с меня пример брать. Просто возьмите лишь один пример с меня. Что живите так, как вам нравится. Как вам комфортно. И всё. И всё. Не нужно меня там обкакивать, комментариями строчить вот такие. Вот насколько я вам не нравлюсь. Ну, я вообще не понимаю. Вот вы понимаете, о чём у меня канал вообще? В том, чтобы жить так, как тебе нравится. Но для того, чтобы так жить, вначале нужно понять, что тебе нравится. Понять это нужно. А вы, видимо, не понимаете. И вы постоянно смотрите по сторонам и копируете чужие жизни. А меня обкакиваете, потому что, ну, как бы вам мой образ жизни не нравится. И он как бы немножко, ну, не немножко. Он, как бы сказать, противоречит общепринятому. Вот так, в общем. Ладно, всё.